Уплата налогов по новому образцу. В Самарской области перешли на другую систему уведомлений. Теперь имущественные, транспортные и земельные налоги включены в одну квитанцию, чтобы избежать лишней путаницы при оплате. С подробностями Екатерина Деменчук. Не только грядущие расходы, теперь и долги. В новом уведомлении рассчитывают все неуплаченные налоги за последние три года. Квитанция приходит по почте, по месту жительства. Платить можно по-прежнему через интернет или банкомат. Уведомлений нового образца получили уже 95% налогоплательщиков. Теперь это не три квитанции, как раньше, а всего одна. Также прилагается извещение. Это платежный документ, где в левом углу расположен индекс документа, который набирается в банкомате. И по каждому виду налога есть свой код бюджетной классификации. Если у вас в одном налоговом органе, например, два земельных участка, то платежный документ формируется один. Еще одно новшество. Несогласные с расчетами сразу же могут сообщить об этом в налоговую службу. Специальное заявление прилагается к уведомлению. Его можно выслать по почте, приехать в инспекцию или отправить по интернету через сайт управления. Необходимо зайти в раздел физическим лицам. И вот такой красочный баннер имущественной налоги. Набираем номер налогового уведомления, который содержит ошибку, который получил налогоплательщик. Ответ на свое заявление налогоплательщик получит в течение 30 дней. В следующем уведомлении налоги рассчитают уже с учетом замечаний. Специалисты советуют следить внимательно и за сроками оплаты. Это ноябрь-декабрь месяц. Меры наказания к неплательщикам все те же. Начисляются штрафные пени. Если же по какой-то причине уведомление не пришло, нужно позвонить по телефону горячей линии или прийти в налоговый орган. Екатерина Деменчук, Андрей Кривопалов. Новости губернии.